Каждый раз, когда правящая верхушка РФ собирается совершить очередную подлость или провокацию на Ближнем Востоке, их подопечные с ужасом вздрагивают. И делают это они не потому, что боятся пролить чужую кровь, а потому что прекрасно понимают, какова будет расплата. Давно прошло время, когда вояки Путина Стана могли безнаказанно творить хаос на просторах Сирии и Ливии. Теперь там присутствует сила, которой российские орки боятся как священного огня. Армия Реджепа Эрдогана стала не просто очередным противником преступного режима, а оказалась небесной карой для залетных их тамнетов. И хотя Кремль изо всех сил пытается действовать скрытно, уровень технического оснащения и профессиональной подготовки турецких солдат в разы превышает возможности российских псевдоколлег. Накануне мы рассказывали о неудавшемся нападении на броневик вооруженных сил Анкары. Его попытались подорвать по ходу движения совместного патруля, организованного Россией и Турцией. Характер подготовки теракта указывает на то, что боевики точно знали, когда турецкая техника отделится от туристов из РФ. Нападавшие не учли лишь пару аспектов, касающихся взрывоустойчивого днища броневика и парящего в небе ударного беспилотника. Дрон мгновенно уничтожил противника, который попытался скрыться с места происшествия. Как это часто бывает, преступник громче всех кричит «держи вора». И команда Владимира Путина не придумала ничего лучше, чем заявить о несуществующей террористической группе. Именно она якобы взяла на себя ответственность за нападение, хотя даже человеку далекому от темы очевидно, кто стоит за террористической атакой. Анализируя имеющуюся информацию, мы сразу отметили, что подобные действия Кремля вряд ли останутся без ответа. И вот по странному стечению обстоятельств, всего через сутки после нападения на турецких солдат, в Сирии был ликвидирован генерал-майор российской армии Вячеслав Гладких. Так называемый военный советник был устранен при помощи взрывного устройства вблизи ДРС Зора. Причем бомба сработала настолько точно, что уничтожили сразу двух важных лиц – высокопоставленного офицера Запоребрика и сирийского командующего из города Аль-Май-Ядин. Это явно намекает на работу профессиональных диверсантов. Разумеется, мы не собираемся прямо говорить о причастности турецких спецов к операции по устранению генерала. Стоит лишь отметить несколько интересных фактов. Военный советник отправился в путинский рай на следующий день после атаки на турков. Удар был нанесен с невероятной точностью. Ни одна радикальная группа не взяла на себя ответственность за ликвидацию генерала. Карма – штука специфическая. Особенно, когда есть силы, способные ею управлять и выдавать мгновенные ответки на мракобесные действия кремлевских боевиков. Российским наемникам и солдатам необходимо задуматься об адекватности их руководства, поскольку с такими темпами им не хватит никаких зеленых человечков. За последние пару недель в Сирии ликвидировались десяток их томнетов, которые отправились искать на Ближнем Востоке исконно русские земли. Нашли они там, как мы понимаем, лишь бесплатный проезд домой в деревянных макентошах. На данный момент известно, что совместное российско-турецкое патрулирование вновь приостановлено. В этот раз от сотрудничества отказались представители Рахляндии. Видимо, зеленые человечки почуяли запах жареного и поняли намек высших сил. И пока боевики из Мордора залегли на дно, Турция продолжает перебрасывать войска в провинцию Идлиб. Огромная колонна вооруженных сил, в которой присутствовало много тяжелой бронетехники, пересекла сегодня с утра границу с Сирией. Помимо этого Анкара установила третий по счету опорный пункт в Северной Латакии, полностью перекрыв российским террористическим войскам доступ к этой местности. Для осадитов и наемников господина Путина было крайне важно захватить высоты, которые заняла турецкая армия. Отсюда повстанцы накрывают с помощью ракетных систем залпового огня военную базу Хмеймим, являющуюся одним из ключевых объектов Эрефии на сирийской территории. Так что их там нетом, не стоит в ближайшее время рассчитывать на тишину и покой. Подарки от вооруженной оппозиции продолжают прилетать с завидным постоянством. Каким образом ответит на эти действия Москва и как много своих вояк готов утилизировать мсье Путин, мы узнаем в ближайшем будущем. Вопрос лишь в том, успеет ли кремлевская челядь воплотить свою задумку в жизнь до полномасштабного наступления турков или сразу перейдет к получению звездюлины. Редактор субтитров А.Семкин